Монастырь это не просто место, где совершаются богослужения. Это настоящий дом для монахов, духовное поселение с определенным уставом. Монастыри бывают мужскими и женскими, они могут иметь любой размер и архитектуру, главное, что здесь живут люди, которые отреклись от мирской жизни во имя служения Господу. Проживают в монастыре не только монахи, но и послушники, те, кто только собираются стать монахами. Здесь также останавливаются паломники, гости обители. На территории обязательно есть центральный храм, монашеские кельи, братский корпус, трапезная, гостевой дом и церковная лавка. Также тут могут располагаться и другие строения, например, воскресные школы, библиотеки, монастырского издательства. В России на сегодняшний день более 800 монастырей во всех регионах страны. В Татарстане особое внимание туристов привлекает Раивский мужской монастырь, расположенный в 30 километрах от Казани. История этого монастыря начинается в 17 веке. Тогда странник Филарет отправился из Москвы путешествовать по городам по Волжье. В Казани он на какое-то время остался в Спасо-Преображенской обители. Ради Христа Филарет принял образ уродивого и обрел последователей. Он часто гулял по окрестностям Казани. И однажды вышел к красивому Раивскому озеру. Эти места очень приглянулись Филарету. Он построил небольшую хижину и стал жить здесь отшельником. Эту местность марийцы, поклоняющиеся языческим богам, использовали для совершения тайных обрядов. Появление Филарета привлекло внимание не только марийцев, но и православных верующих. Некоторые православные стали селиться поблизости, со временем на этом месте образовалась община, живущая натуральным хозяйством. Позже была построена часовня, в 1661 году сюда доставили список иконы грузинской богоматери. По сей день она остается одной из самых главных реликвий. После смерти Филарета жители общины обратились к митрополиту Лаврентию, прося основать монасты. В итоге в 1662 году был образован Раивский мужской монастырь. Сначала все его сооружения были из дерева, но в результате пожара в 1689 году большинство из них сгорели. Поэтому в дальнейшем все было отстроено из камня. Территория обители монахов небольшая, все здания расположены поблизости друг от друга. В начале 17 века здесь возвели церковь святых отцов, а чуть позже Софийскую церковь. В начале 19 столетия был возведен Грузинский собор, куда перенесли икону грузинской богоматери. В Хаховеке появилась колокольня самое высокое здание монастыря. Интересная информация. Колокольню высотой 60 метров украшает семиметровый крест. Затем был возведен Троицкий собор. После Октябрьской революции монастырь закрыли, а богатую библиотеку и резницу разорили. Несмотря на это, здесь продолжались тайные службы. В 30 годы все иеромонахи были расстреляны, а в самой обители держали политических заключенных. Затем здесь располагалась тюрьма для несовершеннолетних преступников. Монастырь вернули верующим в начале 90-х годов Хаховека, но состояние его было ужасным. Над его восстановлением трудились и мусульмане, и православные. Приобретя современный облик, Раевский монастырь в Казани стал излюбленным местом туристов. На сегодняшний день здесь живут около 60 монахов и послушников. Появился корпус для детей. Также был организован «Дом паломника», где могут останавливаться гости. Отстраивали древнюю обитель буквально по крупицам. Большой вклад внес президент Шаймиев, он пожертвовал средства на кресты для Троицкого собора самого красивого сооружения с огромными светлыми залами. Его стены украшают росписи и барельефы с изображениями евангелистов, а венчает собор купол цвета лазурного неба. Во внутреннем убранстве преобладает позолота, придающая залам собора особой торжественности. Интересная информация. Недалеко от Троицкого собора находится Софийская церковь, сетающаяся самой маленькой в Европе. На службе, проходящей по особым датам, здесь присутствует только семь человек. Монастырь окружает прочная стена, у входа гостей встречает монумент Сергия Радонежского. Здесь расположена башня с ангелом на кресте. На территории находится множество скульптур Дева Мария с младенцем, ангел с большими крыльями и другие. В центре комплекса расположена площадка с солнечными часами. Рядом построена небольшая часовня со святым источником. Гости могут полюбоваться красивейшими цветниками и гипсовыми фигурками, медведями, кошками, лягушатами. Большая часть из них выполнена послушниками. На территории есть еще маленькие прудики, где плавают утки. Адрес – Зеленодольский район, Республика Татарстан, Раифский Богородицкий мужской монастырь. Как добраться до Раифы? Горненский православный женский монастырь в четырех километрах от Иерусалима доехать до Раифского монастыря несложно. Расположен Раифа-Казань на расстоянии 30 километров от города. Каждый день сюда приезжает много экскурсионных автобусов. Билеты на экскурсию можно приобрести в столице Татарстана. Также до Раифы можно добраться и самостоятельно, как на машины, так и на рейсовом автобусе. С Северного вокзала уходит автобус на Зеленодольск номер 552 и номер 554. Выйти нужно на остановке, поворот на Раифу. Дальше нужно добираться пешком около 15 минут. Или поймать попутку. На машины маршрут иной, нужно выехать по Горьковскому шоссе в направлении Москвы. На большой развязке поехать в сторону Зеленодольска до указателя на поворот к монастырю. Через 10 минут будет Раифский монастырь Казань, там же предусмотрена платная стоянка. Интересная информация. В обители проживает 60 человек, среди которых братья, и романах отец Марк Эсхи Гумен Сергий. Расписание богослужений 01-01-1970. Утренние правила 01-01-1970. Исповедь 01-01-1970. Божественная литургия 01-01-1970. Таинство крещения 01-01-1970. Вечернее богослужение 01-01-1970. Вечернее правило реквизиты для пожертвований. Раифский Богородицкий мужской монастырь и ННКПП. Миллиард 620 миллионов 2779-162 миллиона тысяча первых. ПАО «Сбербанк России». Дополнение. Офис номер 8610-089. Отделение. Банк Татарстан. БИК 049-205-603. РСЧ 407038102620000000608. КСЧ 30101-181060000000603. Официальный сайт. Мьянма. Монастырь прыгающих кошек и не только на входе гости могут посетить несколько выставочных центров. Большой популярностью пользуются музеи, где можно посмотреть и приобрести уникальные изделия из дерева. Здесь также находится музей Раифского специализированного заведения закрытого типа номер один. Внимание туристов привлекает выступление квартета, притча. Музыканты известны не только в России, но и за рубежом. На территории монастыря Раифа Казань можно приобрести диск с их записями. Чуть дальше находится дом паломника. Это мини-отель для гостей с 25 номерами. Приезжим стоит обязательно полюбоваться на список грузинской иконы Божьей Матери, она известна во всем мире. Считается, что икона исцеляет болезни, помогает в решении трудных жизненных ситуаций, лечит бесплодие. Также ее называют покровительницей рыбаков и охотников. Особое внимание местные жители уделяют рассказу о лягушках. Их на территории монастыря обитает великое множество, и самое главное, местные лягушки не квакают. Легенда гласит, что когда отшельники впервые поселились в этих местах, лягушки сильно отвлекали своим кваканьем от молитв. Тогда послушники решили действовать. Они помолились Господу и попросили о том, чтобы лягушки перестали квакать. И, о чудо, земноводные действительно замолчали. Многих интересовал этот феномен. Некоторые даже привозили земноводных с других мест, но они тут же замолкали, а местные молчаливые лягушки, вывезенные за пределы монастыря, тут же начинали квакать. Со временем они стали еще одной достопримечательностью Раивского Богородицкого монастыря. На заметку. На его территории есть также магазин, где можно приобрести разнообразную утварь и сувениры. В окрестностях есть конный двор, где можно взять лошадь и отправиться на прогулку с опытным инструктором. На берегу Раивского озера есть несколько кафе, где можно подкрепиться, лубуясь живописными местами. Любителям флоры стоит посетить дендрарий, расположенный недалеко от обители. Его площадь составляет 21 гектар. В дендрарии представлено более 500 видов растений. Насладиться местными красотами можно во время лодочной прогулки по Раивскому озеру. Неповторимая атмосфера умиротворения – это визитная карточка здешних мест.